На сегодняшний день, на мой взгляд, это самый смелый, самый отважный американский журналист, который смело высказывает свое видение, свою позицию. Такер Карлсон, он часто великает в новостях, но он правда говорит. Поэтому у него, кстати, проблемы в США из-за этого. Он сейчас, насколько я понимаю, сюда приехал. И не знаю, пустит ли его обратно. Я очень уважаю за его смелость, я очень уважаю за его нормальное человеческое мнение о том, что происходит на самом деле, за его разумность, за его логику, за его понимание, где добро, где зло. И что он не боится это все высказывать, несмотря на то, что он живет в стране, которая заварила всю эту, как это сказать, фашистскую кашу. Меня поразила, скажем так, откровенность, которую он рассказывает о реальных проблемах, которые есть. Ну, в данном случае в Соединенных Штатах. Очень хорошая подача информации, с хорошим чувством юмора. Я слышал о том, что он вроде бы приехал в Россию. Ну, что ж, добро пожаловать. Я считаю, что он держит марку порядочного журналиста. Честного, открытого. Цепляет тем, что он идет против общей антироссийской пропаганды, которая в США проводится. И он высказывает свое мнение. Вот этим он цепляет. Ну, и надо сказать, что очень положительно отложусь, потому что это объективно журналист, который реально показывает то, что происходит в мире, несмотря на то, что его позиции не воспринимаются, особенно демократами в США, особенно, как бы, с Ароникой Байтоном. Я очень рад, что вот он прибыл в Россию. Вот мне тоже рассказали, что он уже посетил Большой театр. И я думаю, что он здесь много чего увидит и узнает, что в России многие к нему относятся очень большим уважением. И желаем ему здоровья, благополучия. И пусть он продолжает эту работу. И я тоже буду рад, если вдруг у него состоится встреча с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Это было вообще великолепно.